Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик, и я рада приветствовать вас на новом выпуске обзорчика от Бельчик. Так, ребята, я вам напоминаю, что это выпуски, в которых мы обозреваем новинки из магазинов. Ну, просто сейчас у нас запрещенка, я бы тут сказала, лежит очень много скопилось новинок, интересно. И я вам чуть позже о них расскажу, прежде мы прочитаем комментарии под прошлым роликом. У нас уже с вами такая хорошая традиция. А где новинка от Лейс? Новинка через... А, кто-то написал, спасибо. Спасибо. Лосось с сливочным соусом. Ловите, Светлана, лосось в сливочном соусе. Перепроверила себя, сейчас точно ли он. Неужели у Кати кончились орешки на обзор? Вот тут все интересуется, можешь, пожалуйста, ответить? Мне просто было интересно поэкспериментировать в монтаже. Я думаю, ты еще раз продолжаешь. Но ничего этого, как всегда, не заметил. Обзорчик, это та рубрика, в которой мы поняли, ничего нельзя менять, потому что любые изменения сопровождаются тонной негатива. Все, будут орешки, не волнуйся. Встаю рано, только ради роликов от Кати. Ну вот, спасибо вам большое, как у вас. Очень нам приятно. Ролики, кстати, выходят у нас в 7 утра. То есть вы встаете, и к завтраку у вас уже полноценный вкусный какой-нибудь обзор. Ну что, друзья, давайте пройдемся с вами по новиночкам. Сегодня, как я уже вам обещала, их будет очень-очень много. Как вы уже видели, у нас чипсы, лосось в сливочном соусе от Лейс, рифленый. Обожаю рифленые чипсы. Мизи их вообще не любит. Я просто фанат рифленых чипсов. Тут же, не отходя от кассы, тоже чипсы. Лосось-грин от русской картошки. Прям вот не глядя, как будто бы напрашивается на это все. Новинка, за которой просто вот я реально охотилась. И когда это увидела, я плясала от счастья. Пепси с малиной. Тут Екатерина Варнала, кстати, нарисована. Написано, что это от нее эксклюзив. Далее у нас новиночка от Фьюсти, без сахара, зеленый чай и яблоко киви. Вот это я не совсем уверена, что новинка, но я такого не видела. Это киндер пингвис с вишней. Просто здесь нет конкретно надписи новый или new. Но такого не ела, решила взять. Ну, вообще люблю киндер пингвис, чушь, приход дает. Киндер, буэна, кокос. Все. И еще одна новинка, вы не поверите. Молочный коктейль со вкусом апельсина и грецкого ореха от Чудо. Выпуск вот просто пушка, я считаю. Вот пушечная пушка. Давайте предположим, что у нас станет лучше, что у нас станет худшей новинкой на сегодня. Очень сложный выбор. Я думаю, лучший станет либо киндер буэна, либо пепси. Чувствую я так сердежком. А худший станет, ну, наверняка, Фьюсти. Что-то мне подсказывает, что вот эти вот напитки такие без сахара, когда дело не касается пепси или кока-колы без сахара, обычно это все заканчивается очень печально, потому что две калории, и, вероятнее всего, нет никакого сахарозаменителя, а просто типа из разряда, ну, почувствуйте легкий аромат киви, яблока, ну, как бы и все. А во вкусе это будет вода. Как всегда, я тебя спрошу, с чего мы начнем, и начнем мы с другого. Давай, чего ты хочешь начать? Потому что хочешь ты. Начнем с киндер пингли. Самое неинтересное, да? Так, ну и что, у нас заявляется, значит, здесь киндер пингли с вишневой начинкой. Главное, чтобы это не было, как с чокупаем, когда у нас заявлена начинка, а по факту начинки-то особо и нету. Давайте посмотрим. Вы любите, кстати, киндер пингли? Я его сто лет не ела, но вообще-то люблю. В школе очень любила особенно. Там же кокосом посыпан, вы знаете. Что интересно, начинка прям темного цвета. То есть она не красная, как нарисовано здесь, вишня пьяная, забродившая у меня такое ощущение. Вообще странная начинка. Да и в целом киндер пингли уже не такой вкусный, как был раньше. Ну, короче, раньше было лучше. Хэштег, давайте писать. Уже после киндер пингли появилось так много интересных десертов. Мой фаворит из последних это Милка, конечно. Вот этот ломтик, очень я люблю. Просто вишня здесь, она ни к чему. Она очень-очень приторная. Ее практически не видно здесь. То есть такая черная какая-то темная полоска. Действительно просто какой-то легкий оттенок забродившей ягоды. Сейчас еще раз попробую, чтобы убедиться. Подождите. Не, мне не нравится. Это как конфет с ликером. И взрослые не любят, и дети не любят. А зачем вообще они нужны? Лучше все-таки классика. Я поставлю 4. Я буду жестко сихать. Я понимаю, с одной стороны, производителям нужно разнообразить как-то, да, свою линейку продуктов. Но порой вот эти все нововведения, они никчемны. То есть портят продукт. Вот чукупай, он вкусен, классический, да. И они вроде вот пытаются. По факту ты пробуешь такой, ну как-то и не очень. Может быть, конечно, я не буду такой прям радикальный, да, и сказать, нет, это вообще отстой не покупать. Конечно, это найдет своего любителя. Но в некоторых случаях лучше классик. Вот есть такие продукты, да. Ну, кстати, это не касается киндербуэна, мне кажется. Потому что белый, например, киндербуэна мне нравится гораздо больше, чем классический. Может быть, сразу я так прям плавную подводку к нему подвела? Кстати, это же тоже киндерс, но у нас, получается, два киндера подряд. Ну, пускай будет. Ограниченная серия написано. Вот я эти надписи прям обожаю. Ограниченная серия, все, а потом бах, они вводят это в линейку. А ты уже волновался, ограниченная серия. Это с белым твиксом, кстати, так было. Они все тоже писали ограниченное-ограниченное. По факту мы сейчас можем его спокойно купить. Вау! Слушайте, это прям такой Рафаэлло киндербуэна. Ребята, улет. Выглядит очень аппетитно, мне нравится. Это реально, это прям пахнет Рафаэлкой. Но по факту-то это и есть Рафаэлло. Это та же вафельная оболочка, тот же крем внутри. Но только орешка нету, да? Я уже заранее скажу, что это вкусно. Слушайте, отвал башки. Это создано для меня. Как я и сказала, это Рафаэлло чуть менее нежное, наверное. Чуть менее нежное. Потому что здесь вот верхний слой вафли, он чуть потолще, нежели в Рафаэллке. Но очень нежно, все равно вкусно. И в меру сладко. Чувствуется такой легкий оттенок крема в рюле. Пушка. Если любите кокос, обязательно попробуйте. Это даже, наверное, встанет прям на уровень с белым киндером Буэна. И может быть даже его затмит. Я поставлю 10. Могу, вы сами знаете, сразу вкапать. Когда я ставлю 10, почему-то я сразу рука тянется. Как 4 ставлю, так даже это. Классно. Не обзорчики. Не, ну прям классный, правда. А можно неограниченную серию киндер? Ой, хорошее начало у нас сегодня. Я предлагаю сейчас испортить себе настроение фьюз-ти. Без сахара, из чайных листьев, зеленый чай со вкусом яблока киви. Вот как-то пепси нас чуть не отравили липтоном своим, помнишь? Мы прям там полыхали все. Пытаюсь понять. Что это за запах? Омывайки что ли? Не-не-не, не омывайки. Подожди. Все время Нести, по-моему, был. Вот такой же, без сахара. Я вот еще в школьные годы, когда вот активно худела, там вот это все. Вот филай от Нести давилась. Вот прям сейчас те же ощущения. А еще вот эта горечь лютая от типа зеленых листьев чая. Это просто от листьев чая. Горечь дикая в послевкусии. Здесь какой-то сахарозаменитель-то, кстати, есть. Это точно прям по вкусу, да? У тебя есть, да, подсластитель здесь есть, сукралоза. И стивиол. Я не могу это дальше прочитать. В общем, сложное название. Подсластитель здесь чувствуется. Вот ты как любитель напитков без сахара ответь. Вот ты бы устал такое пить? В топе с конца. В топе с конца, да. Вот реально. Нет ощущения какого-то приятного после того, как ты попил. Не хочется утолить этим жажду в жару. Не хочется вообще этим утолить жажду. Вот лучше воды попить. Вот, кстати, хорошая идея. Я не знаю, для кого они это делают. Ребят, ну напишите, кто такое любит. Вот, правда. Мне лучше пепси без сахара тогда уж выпить. Типа, а-ля, это полезнее, чем пепси? Я вас умоляю. Здесь такой состав, что как бы пепси плачет. Но они как бы и то, и то не полезны. Это все очевидно. Ну, просто это вообще невкусно. Я поставлю два. Молочный коктейль со вкусом грецкого ореха и апельсина. Вау. Я от чуда молочные коктейли так особо не пила, но всегда любила их вот этот вот густой шоколадный. Ну, сами знаете, о чем я говорю. Прям богично. А потом, как-то, знаете, Актуаль появился. Вот этот очень вкусный у них серия. Было много. Мы пили кофейных. Мне еще нравился Дониссимо. Ну, не который Shake&Go, а вот такой вот в таких упаковках Дониссимо. Всякие разные тоже. Типа там с наберным пряником. Давайте попробуем, что чудо нам предлагает. Два процента жирность, кстати говоря. Вот прям первый глоток мне показался никакущим. Было ощущение, что какая-то сладкая жижа. А потом на послевкусии появился вот этот типа грецкий орех. Ну, конечно, не грецкий орех. Ну, что-то такое приятное есть. Больше, что ли, такой карамельный, с легкой такой горчинкой, какой-то пряностью небольшой. Ну, не запишу в ранг любимых. Это не отвратно, не печально. Ну, такой, знаете, вот прям совсем максимально простенький химический вкус. Как-то вот, например, актуально, когда я пробовала, там, с баблгамом, вот это там, розовый персик, что-то там. Вот это прикольно было. Я такое покупать не буду. У меня вот, знаете, вот из последних моих фаворитов, кстати, что я про него забыла? Чудо, которое шоколад с вишней в таких бутылочках. Вот я его пила, наверное, на протяжении недели каждый день. Вот мне настолько он понравился. Вот этот я не буду больше пить. Но он и не отвратный. На шестерку тянет для меня. То есть шесть прям идеально, да. Сейчас попробуем одни чипсики, потом пепси, а потом еще одни чипсики. Начнем вот с этим. Просто ностальгия. Сегодня ностальгический какой-то выпуск. Киндер пингви, русская картошка. Вот когда вы последний раз ели русскую картошку? На допрос сделать. Неделю назад. Войдя, вот что это. Расскажу вам. Супер чипсы. Обжарка всего три секунды написано. В детстве такие чипсы просто обожали. Ну, это же реально кайфушка, посмотрите. Никто же таких не делает, кроме них, по-моему. Слушай, пахнет теший рыбный. Очень неприятно пахнет. Фу, прям. Нет, нет. Я знаю, чего они пахнут. Жареной кожурой от лосося. От любой рыбы. Даже стремно пробовать. Ну, ладно. Не, мне вообще не нравится. Ну, сначала показалось, что норм, а потом я почувствовала вот этот вот такой прогорклый чуть-чуть привкус. Это нужно оценивать, не опираясь на то, что это просто вкусные сами по себе чипсы. Я просто их очень люблю. Ну, такие воздушные. Сам вкус наполнитель. Полная фигня. Вот, то есть, просто как чипсы, они вкусные. То есть, я сейчас реально, как бы, получается, ностальгирую на счет того, что вот они такая вот у них вот текстурненькие, воздушные, хрустящие. Но по факту, как новинку, если оценить, это плохо. Четыре я поставлю. Прям мне привкус вообще не нравится. Я даже, знаете, еще сразу предлагаю на этом фоне все-таки вот рифленые заценить. Здесь у нас сливочный соус, лосось с сливочным соусом. Совсем другой запах. Вот совсем другой запах. Вот там прям реально рыбная шкура. Ой, прям сказала, что самое дурное. Здесь такой приятный прям лосось. Больше похож, как в трикорочке, там, например. Лосось вообще не создан для того, чтобы быть начинкой в чипсах. Ну, знаете, вот просто мы берем чипсы и портим их рыбой. Я просто большой фанат крабовых чипсов. Вот кто смотрит меня давно, вы знаете, вот у меня и тук последний раз был. Вот мне очень понравился. Я всегда лейс очень люблю, скраб. Вообще все скрабываем вот этим наполнителем. Мне очень нравится. Но рыба, она прям бездарна здесь. Я не знаю, давайте щукой делать. С окунем. Скарпом. Давайте сделаем скарпом чипсы. Вообще идеально будет. Вот этот вкус вот. Вы понимаете, о чем я говорю? Здесь как бы сливочный соус. И это чуть получше. Но это чуть получше из разряда на пятерку. То есть не выше. Я вот из всей многочисленнейшей линейки чипсов никогда не выберу вот эти рыбные. Никогда. То есть я выберу сырный, классику, ребрышки барбекю, пожалуйста, да. Зеленый лук. Вообще норм. Но вот это, ну это прям вообще грусть. Причем вот я съем рыбу, мне это будет вкусно. Но почему-то в разряде, когда это на картошке порошком посыпано, мне это вообще типа невкусно. Пишите, кстати, хэштег Катя зажралась. Я прям жду. Вот прям вот прям. Я вот чувствую, вот в ваших головах он сейчас созрел. Напишите. Что-то ты зажралась. Но я еще раз скажу, что мы здесь собрались не для того, чтобы всех расхвалить. Кто действительно хорош, мы его обязательно похвалим. А кто не очень, то мы не похвалим. Поэтому пятерка. Можно перестать жевать? Невкусные чипсы. Ну ты просто чипсов хотел. Да. Вот знаете, это вот как с русской картошкой. Я вроде прям так хотела этих чипсов. Блин, ну я вот прям нюхаю. Вот ты просто их нюхал? Они вообще какие-то соленые. Какие соленые. Ты вообще... Ой, не, ребят, прям плохо. Ну я предлагаю нам все финал у нас с вами. Это эксклюзив от Екатерины Варнавы. Pepsi Raspberry. Максимум вкуса, best calorie. Мы фанаты большие. Cherry, Lime. Большие не фанаты от Timothy, которая была ванила. Прям очень большие не фанаты. Что нам еще не понравилось? А это кола уже была. Все. Мы же всем про Pepsi говорим. Просто мы уже столько всего перепробовали, что порой уже забываешь. С корицей была невкусно. Но это кола была, да? Ну такая была не очень. Или с имбирем. Но малина должна нас удивить. Я прям чувствую. Лесной полянкой запахло. Кажется, я знаю, что мы теперь будем покупать на постоянной основе. Еще даже не попробую. Просто здесь уже сразу явно чувствуется вкус. Например, у нас была Coca-Cola с апельсином. Orange. И типа я открыла ее, и даже не малейшего намека на апельсин. Так же и во вкусе было. Здесь уже просто по аромату чувствуют, что будет малина. Ну давайте. Самое печальное для меня сейчас, это то, что после этих чипсов рыбуных очень сложно дальше что-либо пробовать. Но даже несмотря на них, я отчетливо чувствую приятный аромат и вкус малины. Да, синтетический, химозный, но очень приятный, вкусный. Ну просто вот мы настолько любим такие напитки, вот эти вот без сахара. Ну, Митя особенно. Я иногда у него тырю баночку Pepsi, вот. Я думаю, что это может затмить Pepsi Cherry. Вообще вполне может затмить. Ну я тебе даже пробовать не буду, потому что ты уже... Просто ждай мне и все. Да. Митя уже до этого бутылку просто выпил. Я две последних забрала в магазине. Как ты считаешь, это лучше, чем Cherry? Просто я Cherry очень много выпил. Да. Сколько, интересно, ты Cherry выпил? Литров 200? Просто круто, что они обновляют вкус. Очень круто. Вот реально для тех людей, которые там постоянно пьют, им нравятся напитки без сахара, вот такие. Реально приедается вкус. Ну, Pepsi Max, мне кажется, вообще не может приесться. Ну да. Это не лучше Pepsi Cherry, это просто наравне с ней стоит. Я не знаю, сколько я в том обзорчике, когда он был там в родатых годах, поставила Pepsi Cherry, но я предполагаю, что тогда у нас еще были пятибалльные оценки. Сейчас, короче, это 10. Прям бесспорно 10. Это очень вкусно. Если вы любите такие напитки, то присмотритесь. Если вы любите с сахаром, то можете даже не заглядываться, потому что, конечно, будет отчетливо чувствоваться и там привкус сахарозаменителя и все такое. Обязательно попробуйте. Ну, конечно, если сможете найти, потому что это очень большая редкость. Но я думаю, что там через месяц где-то она, может быть, везде уже и появится. В принципе, мы, наверное, сменим немножечко вектор Pepsi Cherry Lime на вот такую вот, на малину. Ну что, вот настало наше время сегодня определить лучшую-худшую новинку. Сегодня просто... Ой, я сегодня была молодец. Только я не помню, худшую угадала ли я. Короче, я не помню, что назвала худшей. Главное, что я сегодня угадала лучших. Буэна и Pepsi Malina наши сегодняшние фавориты. Худшими у нас сегодня стали вот эти чипсы и, конечно же, я не знаю уже, где он этот Fuse Tea. Где-то он там уже завалялся, он наружу в мусорке лежит. Fuse Tea, конечно, стал еще хуже. Но, знаете, вот прям набор такой вот, то, чем бы мне было не жалко поделиться, да? Отдать чипсы и довезти просто. Но лучше их вообще не совмещать. Прям печальный вечер у вас случится, честно. Весь сериал испортите, под который захотите покушать такую вкусняшку. Вкусняшку. Ну что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте писать свои комментарии. Самые интересные я обязательно зачитаю потом в следующем выпуске. А мы увидимся с вами уже очень-очень скоро. До новых встреч. Всем белка. А что ты сейчас ты показала? А это вот такая вот новая всем белка. Такая пау белка. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Дальше не приду